Ну, я не знаю, кому эта труба принадлежит, кто хозяин ее. Ну, это вообще акт безалаберности какой-то. Уже который год с наступлением зимы интимная неглиже вот этой тепловой трубы в микрорайоне Недостоева – главная тема обсуждения жителей всех близлежащих домов. Она попросту греет улицу, говорят недостоевцы. Причем за наш счет. Эта труба давно построена, это еще с советских времен. Но она была в нормальном состоянии. А потом, я не знаю, собственник, кто-то сменился, не сменился. Вот, она со временем уже пришла в негодность. Изоляция вся, сами видите, вся сползла. Труба горячая. Теплоотдача идет все это, кверху. В общем, топится улица. Никто этой трубой не занимается, никто ее не обследовал, никто ее в порядок не приводил. О том, что теплоцентрали время от времени обнажаются, мы уже рассказывали. Год назад в похожей ситуации во всем обвинили вандалов. Тогда тепловики справились моментально. Просто пришли и намотали изоляцию заново. Но тогда и ремонтники были ответственные. До этой же обнаженки со стажем дягилевским ремонтникам, видимо, дела нет. А ведь осенью во время урагана здесь упало дерево, повредив оголенный участок. Говорят местные. В таком состоянии труба, она долго не протянет, она или поржавеет, или придет негодность. Где нет изоляции, вот, чтоб тепло не уходило. На протяжении всей трубы идет. На телефонные звонки нашей редакции в компании «Квадро», отвечающей за теплоцентраль, нам ответили спустя несколько часов, сославшись на совещание. Впрочем, и после его завершения ответа не последовало. Ваша труба на улице сельских строителей, в Недостоево, получается, она находится без теплоизоляции. Местные жители жалуются, там возмущаются. За что хотим получить комментарий от вас? Я вас слышала. Комментарий я давать не могу. Оголенные трубы зимой – серьезная теплопотеря. Это аксиома. А значит, батареи в квартирах явно не той температуры, какая должна быть. Впрочем, платить местным жителям все равно придется по полной. Погода позволяет так манипулировать с отоплением. Но основные морозы еще впереди. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...